Итак, добрейший денечек, дорогие друзья! С вами Криптофотеев. Сегодня у нас обзор рынка криптовалют. Последние новости за 24 часа и прогноз биткоина. Капа у нас продолжает держаться до 300 миллиардов долларов. Ждем пуш. Я считаю, что пуш капы будет вследствие новостей. Пуш самого биткоина тоже. То есть нужны какие-то новости, которые подвинут биткоин, да и может даже криптовалютный рынок в целом вверх. И вот что касается CoinMarketCal и новостей, событий. Уже сейчас у нас будет с троном события. Два события, которые могут даже подтолкнуть цену трона вверх. Ну а сейчас все пока что находится в просадке. Ну и Ethereum Classic вырос на 1,5% пока что. Ну и Icon, который я тоже рекомендовал, растет. Ну и в целом все такие криптовалюты, которые я рекомендовал, они до этого тоже показывают рост. Я прошу не спрашивать меня про ZeroX, потому что это трендовая альта, которая была еще до этого. Кто не купил до 70 центов, нет смысла сейчас дергаться, ее сейчас покупать и так далее. Нужно было тогда прислушиваться к моим словам и прислушиваться к моему топу. Сейчас никакого смысла дергаться и покупать ZeroX за доллары я не вижу. Посмотрите теханализ, по теханализу посмотрите эту криптовалюту и поймете, что с будущим, с таким рынком она еще может провалиться. Поэтому это учитывайте. Что касается биткоина, мы видим сейчас на данный момент зона все-таки сопротивления у нас обозначилась 8100. Но по теханализу все-таки еще раз говорю, что все это лажа полная. Почему? Потому что сейчас, я считаю, будет играть новость. Почему? Потому что во временном эквиваленте, когда братьям ETF отказали, новость сразу отыграла и биткоин провалили на 7900. Не мудрено, что тут сделали закуп и сейчас потихоньку сдерживают цену. То есть я считаю, что мы еще пойдем наверх, будем штурмовать 8500. И, соответственно, имеет место быть вот это мнение. Что касается того, меня спрашивали люди в комментариях, сможем ли мы в декабре пойти наверх, достичь 20000 долларов. Я считаю, что если мы сломим вот этот треугольник, если мы пойдем сейчас выше десятки, то мы вполне возможно можем по NASDAQ выйти наверх. И, соответственно, уже в декабре можем видеть биткоин около 17000 долларов. Поэтому сейчас, я считаю, если такого не будет, то у нас будет падение. Но в связи с тем, что биткоин доминанс накачали, то вот там хомяки, которые ждут биткоин по 5800, такого может не случиться. Почему? Потому что ситуация изменилась. Потому что биткоин доминанс уже накачанный. То есть, если его накачают до 5-10%, это будет ой-ой-ой. То есть, падение биткоина, оно будет в район даже около 7000 долларов. А то и, ну, может, ну, 7000 нет. Чуть ниже, 6500, это вот крайний край, 6500, 6700 зона хорошо обозначена. То есть, при таком биткоин доминансе даже не думайте, что биткоин упадет ниже 6000 долларов. Что касается альтов, тут у нас ситуация, в принципе, обычная. Нужно учитывать то, что с троном у нас будут события. Насколько повлияет реализация этих событий, мы посмотрим. Ну, как CoinMarketCal показывает. И, соответственно, посмотрим, что будет в будущем. Что касается новостей, давайте пройдемся. Виталий Бутерин, слишком много внимания приковано к биткоин и тифи. Он об этом заявил. Он думает, что слишком много внимания уделяется тифи на базе биткоина, эфириум или еще чего-либо. При этом недостаточно внимания уделяется тому, чтобы люди могли в магазинчике на углу потратить криптовалюту на сумму от 5 до 100 долларов при помощи карты. Первое хорошо подходит для пампа цены, однако второе гораздо полезнее для эффективного внедрения. То есть внедрение блокчейна, биткоина, криптовалют в целом, чтобы ими начали пользоваться люди. Ну и, кстати, в спорах, комментариях он обозначил, что в целом он согласился с тем, что этифи может поспособствовать развитию цифровых денег в качестве инвестиционных активов, а простые платежные решения эффективной реализации функции обмена. Но все-таки я считаю, что тут должна быть золотая седина, то есть должна быть оплата криптовалютами и должны быть соответствующие криптовалюты, которые будут поддерживать несколько тысяч транзакций в секунду. Потому что если мы возьмем какой-нибудь лайткоин, очень трудно будет представить, что с помощью карточки кофе оплатить туда-сюда и транзакция может реально идти очень долго в силу того, что если это внедрят, многие будут расплачиваться с помощью лайткоина, но это будет очень трудно. Тем более у лайткоина маленькая эмиссия монет, лайткоин полностью не подходит. Я думаю, что для этого не подойдет лайткоин, не подойдет другой криптовалютный актив, который занимает много времени транзакции. То есть у эфириума, насколько я знаю, насколько я помню, там 25 транзакций в секунду, эфириум тоже не подойдет. То есть, соответственно, подойдет кайт криптовалюты наподобие XRP, которые там транзакции несколько тысяч в секунду или там EOS. Но хотя EOS задуман для другого, он задуман для совершенно других целей. Поэтому я считаю, что такая криптовалюта либо появится, либо это станет что-то типа XRP, вот наподобие этого. Но тем не менее посмотрим, как оно в будущем будет. Ну и биткоин биржа Bitflare заморозит аккаунты пользователей увлеченных в манипуляциях. В соответствии с условиями использования мы можем заморозить аккаунты, замеченные в преднамеренных манипуляциях рынком. Или в других формах неправомерного влияния на цены. Мы будем продолжать делать все возможное для создания эффективной рыночной среды, заявили они. Ну и следование то, что из-за высоких рисков в биткоине только 2% американцев инвестировали в сам биткоин, ну либо в криптовалюты. И уровень осведомленности о криптоиндустрии среди американского населения оказался, кстати, достаточно высок. И нужно отметить, что всего 2% резидентов США владеют биткоином. То есть вот тут была статейка раньше, что 58% канадцев используют биткоин для инвестиций. То есть это можно понять по заголовку, типа, нифига себе, Канада это развита страна, которая уже переключилась полностью на блокчейн. Но вы понимаете, чтобы такое было, это нужно понадобиться огромное количество лет. И понадобится активное внедрение технологии блокчейн, криптовалют в целом. То есть по заголовку мы видим, что да, хайповый заголовок, хорошо постарались, клибейтный, супер. Но тем не менее это согласно опросу для 58% респондентов основной мотивации к покупке биткоина было инвестирование. То есть респонденты, непосредственно о которых опрошены люди, отвечали. То есть, ну просто, понятное дело, что кликбейт, но тем не менее. Опрос среди 1921 гражданина показал, что 26% резидентов заинтересованы в инвестировании, 72% вообще неинтересно это направление. И менее 1% всерьез задумываются о вложениях средств в криптовалюту в будущем. Ну вот такие дела. В принципе это уже неплохо, это говорит о том, что с такими темпами мы увидим, конечно, криптовалютный бум. Но нужно, чтобы биткоин еще раз повысился в цене. Я считаю, что если у нас биткоин это параллель, конечно, доткомов. Не доткомов, господи, боже упаси. Доткомы это будет тогда, когда капитализация всего рынка, конечно, зайдет за 1 триллион долларов. Ну я считаю 1-2 триллиона долларов, то ладно. Но параллель с NASDAQ, то есть NASDAQ, то есть биткоин сейчас в нисходящем канале глобальном, в месячном идет навысь. Потому что многие не понимают недалекие, что я имею ввиду. То есть в глобальном смысле с декабря месяца мы в медвежьем тренде. И непосредственно я считаю, что биткоин хорошо должны опустить. А потом вот по NASDAQ действительно начнется потихоньку возобновление к цене. Но я считаю, что биткоин это NASDAQ умноженный где-то на 20 раз быстрее. Потому что NASDAQ очень долго восстанавливался, там года потребовались. Биткоину потребуется тоже года, но не десятки и не 7 лет. Я считаю, что потребуется год-два от силы, конечно. Поэтому победит тот, кто умеет ждать. А кто там сейчас за проценты бьется, это совершенно тупое занятие, как по мне. Но каждый делает так, как он хочет. Там есть еще одна интересная фраза. Ну и соответственно вот так. Что касается 6 месяцев 2018 года, ЦБРФ заявил, что десятки криптовалютных пирамид были обнаружены. То есть это за 6 месяцев этого года. И отметил, что сумма инвестиций в обычные мошеннические проекты составляет около 30-50 тысяч рублей. А средняя сумма вложений россиян в криптопирамиды варьируется от 80 до 100 тысяч рублей. Денчику Борисову, кстати, привет. Я вообще не знаю, как вот. Денчик Борисов, он вообще умный человек. Может кто не знает, такой бодибилдер, который инвестировал в BitConnect. Он вроде шумный человек, но зачем инвестировать в лендинг-платформу? Понятное дело, что реферальная система предполагает собой классические понзы. В Bitcoin не надо никого зазывать. То, что сейчас популяризация идет на YouTube и так далее, это все полная фигня. То есть люди в основном, которые популяризируют Bitcoin, посмотрите иностранные источники. Там есть Андреас такой. Он рассматривает Bitcoin как технологию. И он говорит, что Bitcoin это не только цена. То есть это не только цена. Ну посмотрите, если вы владеете там английским языком. Ну и власти Южной Кореи разрабатывают первый криптовалютный закон. Как взлом BitHub и CoinRail повлиял на законодателя. Правительство вспомнило про этот закон, когда в июне этого года произошел взлом двух криптовалютных бирж. BitHub и CoinRail. После этих событий власти поняли, что необходимо срочно разрабатывать нормативно-правовую базу, чтобы предотвратить дальнейшим подобные инциденты. Ну это уже неплохо. Это уже неплохо. Но Южная Корея, конечно, диктаторская страна. Что тут идет дальше? Анализ курса биткоина. Ну и тут вкратце написано, что стабильность может быть нарушена громкими новостями. И тут отмечаются такие цифры в 9000 долларов. Ну 9000 долларов, это я еще вчера говорил. Ну в целом как бы так. По новостям прошлись. По биткоину прошлись. Есть, считаю, что действительно сейчас нужно нацелено, вот как на западе говорит человек умный, да, Андреас, что нужно рассматривать биткоин как технологию и другие криптовалюты исключительно как технологию. Криптовалюта, как по мне, она должна оправдывать ожидания, там какие-то твои, да, но не супер ожидания биткоин завтра 100 тысяч этих долларов. А вот адекватные ожидания. Но когда эта криптовалюта не оправдывает, да, конечно, люди расстраиваются, там понос изо рта идет у них, там еще что-то, но и в итоге, конечно, веру в себя теряют, короче, и такое. Это с другой стороны, да, это очень плохо, но как бы нужно все-таки не идти против системы, а как бы подстраиваться на ситуации по рынке. Ну ладно, заговорился я, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.